Для начала, для особо тупых, сообщу, что я живу в России, никогда не жил где-то в другом месте. Конечно, в командировках и в туристических поездках я бывал в других странах, но максимум две недели больше не бывал. Живу в России. Российская Федерация для меня совершенно чуждое образование. Я живу в России, и это название страны, а не государства. Российская Федерация – это абсолютно чуждый для меня политический режим, в котором нет ничего государственного, ничего справедливого, ничего законного. Это абсолютный ад на земле. Если христианин чает, як на небеси и на земли, царствие Божьего, то вся эта левота, левота, извините за выражение, левота, чает чего-то другого. И вот они и устроили ад на земле. Поэтому здесь особенно задерживаться не стоит никому, хотя и торопиться не надо, потому что у каждого есть своя миссия, предопределенная Господом Богом. Всем чертям, которые приходят на мой канал, я говорю, я не желаю разговаривать и вообще не признаю русскости, ни вредноверов, всех этих ведистов, талмудистов и так далее. Ни левоты, будь она либеральная или будь она хамская, большевистская, советская, заССРовская. Вы все являетесь врагами России. Вы об этом говорите постоянно. Для вас ненависть к исторической России является просто аксиомой. Все остальное для вас неинтересно. Вам главное ненавидеть все русское, все то, что принадлежит русскому народу как историческое достояние. И вы любите свой большевистский режим, вот это помойное болото, которое вас засосало по уши. Вы не знаете ничего о России, русских, ничего. Поэтому вы русскими не являетесь, даже если единственный язык, на котором вы говорите, это русский. Вас воспитали то ли путинщина, то ли большевизм, то ли вам родители такое воспитание передали от своих большевистских сталинских иллюзий. Но вы абсолютная вырусь. Вы абсолютно чужие для России люди. Для меня вы отвратительные, омерзительные. По первому же слову можно увидеть, что это за существо. Я буду уничтожать в своем окружении информационном, не говоря уже об окружении человеческом, буду уничтожать все это. Все, что доступно мне, не будет доступно вам. Вы для меня не просто никто, вы для меня отрицание России, отрицание всей русскости. А передачу сегодняшнюю я посвящу одному из фрагментов книги. Первый том, который вышел. Неизвестный нацизм. В данном случае это идеология пропаганды. Зерна и Плевелы. Здесь использованы уникальные источники, которые другие историки не применяли соответствующее цитирование. Ссылки все это есть. Но я обсужу только один вопрос. Я прочитаю коротенькую главку из этой книги. Ее вы можете заказать по интернету, найти издательство «Книжный мир» или зайти в «Озон». По названию эту книжку можете найти, приобрести. Я ее не распространяю. Это дело издательства. Вот о принципе фюрерства, собственно, о чем и хотел сказать. Приход к власти НСДП связан с наиболее эффективной системой организации, которая в обычных условиях вызывает у свободных личностей отторжение. Принципом фюрерства. Который представляет собой копирование в политике армейского порядка. Едино началие, управление приказом и обязанность подчиняться приказам. Все это лишь в уникальных условиях могло быть встречено с энтузиазмом. Но только при такой системе авторитет лидера не расходуется, а удерживается и умножается вплоть до превращения его в символ организации политическое божество. Послевоенная Германия – это миллионы солдат, которые за годы войны привыкли к дисциплине и фронтовому братству. Поэтому для них принцип фюрерства был не каким-либо открытием, а естественным продолжением их жизни и чаемым способом отражения фронтовой жизни в мирных условиях, когда речь шла о войне с политическим врагом. Таковый враг тоже образовался не в результате долгих поисков, а сразу определился с полной ясностью. Это леволиберальное правительство, исходное с ним во многом по установкам марксистская оппозиция. Те и другие при всех нюансах были пацифистами. Одним из следствий армейской организации НСДАП является самоутверждение в уличных боях с левыми. Это было все то же продолжение фронта, только без оружия. Массовые драки с нанесением тяжелых увечий – важная часть истории гитлеровской партии, которой ее лидеры и активисты очень гордились. В дальнейшем переход к вооруженным столкновениям был неизбежен. Подавление и запрет гитлеровской партии состоялся только с применением кратно превосходящих сил полиции. Тем не менее, боевой отряд партии, который занимался непринями по различным вопросам идеологии и текущей политикой, боевой подготовкой, был отличительной особенностью нацистов, которую их оппоненты не смогли повторить. Ненависть к евреям образовалась из некоторых исторических воспоминаний, но также и в связи с миграционными потоками. Восточные евреи быстро встраивались в немецкое общество и благодаря клановой спайке быстро достигали экономического благополучия и карьерных успехов в политике. Марксизм нацисты считали исключительно еврейской политической теорией, поэтому всех левых определяли как евреев, не считаясь с очевидными ошибками. Левизна у нацистов иллюстрировалась наличием евреев в правительственных и банковских кругах и их существенной ролью при определении пути в Эймарской Германии. Социализм, в кавычках, нацистов имел антисемитский оттенок, но при этом до прихода к власти никаких дискриминационных законов они не предлагали, огранчивались лишь оппонированием левым и призывами к отстранению их от власти. Национальная власть ассоциировалась у них как власть, сформированная без еврейских банкиров, евреев-социал-демократов и евреев-мигрантов, что находится в противоречии с тем, как понимали социализм большевики в России и их предтечи Маркс с Энгельсом. Принцип фюрерства не образовался у большевиков, потому что они опирались на деструктивный элемент армии, в основном на дезертиров. Не их оппоненты, а они сами подписали капитуляцию, подготовив ее своей агитацией, имеется в виду Брестский мир. Превращение большевиков в орден меченосцев заняло многие годы гражданской войны и их репрессирование всех сомнительных элементов прежде всего в собственной партии. Но в сталинской партии принцип фюрерства сформировался точно так же, как и в гитлеровской. Это просто коротенький фрагмент, по которому вы можете судить о стиле изложения, примерно как подаются различные темы. Их там достаточно много, книга большая. Экспертиза книги проведена, никакой поддержки нацизма или оправдания нацизма с моей стороны нет. А есть исследования, исследования. К изучению исследований я и призываю тех, кто стремится к тому, чтобы преодолеть оболганный XX век. Он весь состоит из лжи. Вся история оболгана не только советской системой образования и искажениями пропагандистского характера большевистской власти, но и западной, зарубежной историографией и разнообразными политическими оценками. Весь XX век изолган. Если по большевизму уже выпущено достаточно много книг, и всякому здравому человеку уже понятно, что это за мерзостное явление, я подчеркиваю свое отношение к этому событию, к этому явлению истории именно в таком ключе. Это абсолютно аморальное, абсолютно деструктивное явление, и всякий, кто поддерживает это явление в той или иной форме, тот или иной период, является врагом России и русских. А вот что касается нацизма, то здесь еще публицистика никакая. Я постоянно сталкиваюсь с фальсификацией истории, когда касаюсь этих проблем. И поэтому, собственно, я ими и занялся. Сейчас готовится к выходу следующий том, второй том, где с большими подробностями, с цитатами, которые никогда нигде не приводились, потому что не переводились на русский язык, будет оценена уже идеологическая, не пропагандистская, а идеологическая форма и сравнительный анализ работ Гитлера, речей, статей, в основном речей и Майнкампф, с работами, выступлениями, книгами Розенберга. И вот это сравнение позволит понять, была ли вообще какая-то идеологическая целостность в нацизме. И если были какие-то совпадения, общие какие-то установки, то каковы они были и каковы были альтернативы. Что касается самого принципа фюрерства, который я как затравку предлагаю для размышлений, то мы прекрасно видим, что скатывание к принципу фюрерства, в том числе и в Российской Федерации, тоже произошло и тоже тоталитарный режим уже на дворе. Он не такой кровавый, не такой злобный, как сталинский или гитлеровский, но войну он уже затеял, да и не одну. Уже много войн, собственно, этот режим живет только войнами, потому что без отвлечения внимания людей на военные вопросы, ему невозможно объяснить, почему ВВП, который должен был удвоиться, не удвоился, почему демографическая политика, как была в тупике с приходом Путина, никак не изменилась и катастрофа в области демографии продолжается, почему стратегия 2020, разработанная либерастами по заказу Кремля, по заказу лично Путина, абсолютно не состоялась, 2020 год прошел, никого не попинали, никого не выгнали в зашей, все те же либерасты, также при Путине, также в Кремле, и режим не изменился никак, он просто соединяет в себе тоталитаризм сталинского и леволиберального типа. Такие же режимы формируются постепенно и в странах Запада, где национальная оппозиция подавляется, различные деструктивные формы жизни продвигаются и фактически убивают цивилизацию. Наша русская цивилизация тоже находится при смерти, именно потому, что мы допустили во власть прежних большевиков, прежних чекистов, прежних коммунистов, которые просто сменили флаги, но не изменились по существу, являются силами антинациональными. Мы живем в оккупированной стране. Не только Украина является оккупированной теми же самыми силами, но и Российская Федерация. Можно еще как-то говорить о том, что есть некоторые признаки суверенитета в Беларуси, но там тоже формируется советский и все более просоветский, все более красный режим тоталитарного контроля за всем. Режим власти, который не предполагает участие народа или умнейших людей от народа в том, чтобы определять пути развития. Поэтому принцип фюрерства – это такой признак, на который, если мы посмотрим и увидим его в текущей политике, это означает, что катастрофа уже близка, что для каждого из нас эта катастрофа обернется в том числе и личными проблемами, личной катастрофой, чего не хотелось бы допустить, но для этого нужна политическая активность. И для особо тупых, которые приходят и не знают, с кем они разговаривают, кого они слушают, я сообщу, мой-то флаг поднят давно. И мои соратники собрались, сейчас на время войны наша активность прекращена по понятным причинам. Некоторым хочется, чтобы мы прыгнули под поезд и покончили жизнь самоубийством, продемонстрировав невероятный героизм и погубив свои собственные жизни, свои собственные судьбы. Мы не станем этого делать, мы лучше подождем, когда вот этот психоз зет-патриотизма схлынет, когда с войны вернутся люди, которые видели, что там на самом деле происходило, когда правду начнут рассказывать даже те, кто пытался ее скрывать. Ну, тогда мы вновь будем размахивать флагом и призывать в свои ряды. Впрочем, и сейчас есть еще достаточное поле деятельности, информационной работы. Под роликом, у меня под каждым роликом стоит ссылка, что делать. Если кому-то непонятно, с кем вы разговариваете, или чей ролик вы смотрите, ну, посмотрите там же, там тоже написано, кто я. Там есть ссылки, которые стоит посмотреть. У нас же приходят, ну, как будто, понимаете, совершеннейшие дебилы приходят, которые ничего не знают, русской истории не знают, ничего не знают, обстоятельств современных не знают, надумывают себе все, что угодно там. В любом вопросе они специалисты, но видно прям по первым же словам, что они ничего не понимают, ни в чем не разбираются. Живут вообще как на другой планете. Вот я прям сразу говорю, что как только человек такой появляется, я буду просто забанивать, устранить. Я не буду никому ничего объяснять. Я не занимаюсь вашим образованием. Я даю вам некоторую информацию, вы вправе дальше отталкиваясь от нее, что-то там исследовать. Искать, ссылки находить. Вопросы вы мне можете, конечно, задавать, только в уважительном ключе, если вы в самом деле хотите в чем-то разобраться, что вы не поняли. Но если для того, чтобы понять, вам нужно прочесть наши задачи Ивана Ильина или народной монархи Ивана Солоневича, то я не буду вам пересказывать эти книги. Есть такие проходимцы, которые говорят, нет, ну вы же тут выступаете, давайте-ка мне кратенько объясните вопрос, который длиной в жизни, толщиной в книгу, я буду тут вам пересказывать в трех словах. Я не буду этого делать, и глупцам, пожалуйста, идите к своим дуракам. Там можете объясняться как угодно. Я не буду заниматься вашим образованием, если вы хотите, чтобы я вам каратенечко чего-нибудь там «Войну и мир» пересказал за три минуты. Этого не будет никогда. Читайте книги, читайте русскую классическую литературу, читайте русскую философию, начиная с Ильина, публицистику Солоневича, публицистику Михаила Менчишкова, публицистику Константина Победоносцева. Вот это основа, с нее начинайте. Дальше есть много чего, я в конце концов опубликовал. И что читать на программу на всю жизнь, и чего не читать, и какие вопросы политологии тоже, пожалуйста. Вам нужно есть ролик политологии за пять минут. И все тысячи роликов, которые здесь есть, если вы уже не можете, уже совсем разучились читать, поищите здесь, в плейлистах, по темам и так далее. Но я вашим образованием не занимаюсь. Образование – это ваше личное, тем, чем вы должны заниматься сами. А ко мне обращаться с вопросом, когда вы поискали ответ, но не нашли, и в самом деле хотите у меня что-то узнать. Вот на этом мы распрощаемся. Слава Руси! Господи, спаси!